Добрый день, коллеги! У нас сегодня проблема как раз с коммуникациями в плане микрофонов, но в отрасли телекоммуникации как раз на фоне других секторов все выглядит с нашей точки зрения весьма неплохо. Что касается прогнозов, прогнозы всегда не очень благодарное дело. В случае текущего года это особенно проблемно. Прогноз в данном случае был построен, традиционно мы прогноз строим снизу от каждой составляющей отраслей, от каждого региона присутствия всех значимых операторов. Это большая кропотливая работа, которую мы ведем постоянно, но имеем возможность таким образом видеть очень точно и в тонких деталях динамику того, как рынок развивался, как рынок развивался в том числе в начале, в преддверии кризиса, в конце 2014 года. И также прогноз базируется на тех ожиданиях ключевых игроков, игроков, так скажем, второго эшелона и третьего совсем маленьких операторов относительно того, каким образом будет проходить 2015 год, какая ценовая политика будет оптимальна и что будет происходить с приростом, в нашем случае, абонентской базы. Рынок, как мы видим, исторические телекоммуникации были наиболее динамичным из всех секторов российской экономики. Сейчас эта ситуация поменялась уже независимо от кризиса. Те десятки процентов, 40 процентов, 35 процентов, то, что мы видели в первых годах нулевых, это уже история. Сейчас темпы роста, ну даже 2013 год, было всего лишь 5 процентов и наблюдалась тенденция к понижению этой динамики. Тот же 2014 год показал менее 3 процентов по предварительным данным. Ну, возможно, эти итоги будут скорректированы, но на доле процентных пунктов, в любом случае, мы даже без кризиса имели бы динамику рынка на уровне порядка 4 процентов. Причем в текущих ценах, то есть реальный рост мы имели бы, скорее всего, отрицательный. Насколько кризис повлияет на телекоммуникации, мы и большинство участников рынка ожидаем, что серьезного негативного эффекта не будет. Вообще насыщение, если мы посмотрим на этом рынке, оно повлияло, оно складывалось из насыщения, из замедления, соответственно, всех ключевых составляющих. В первую очередь, мобильной связи и других, более слабых драйверов рынка, как интернет и телевидение. Более слабых в связи с тем, что их удельный вес в структуре телекоммуникации, так скажем, невелик. Я, сидя на заднем ряду, представляю, что очень плохо видно, что это за графики, я буду комментировать, что неправильно делать докладчику, как нас учили. Ну вот левый пирог, большое-большое синее поле – это сотовая связь. Сотовая связь – это почти 60%, 58% всего-всего рынка телекоммуникации. Интернет, телевидение, всевозможные услуги, и почтовая связь, и всевозможные услуги, которые знакомы к тем, кто узко сидит в этой отрасли, они все составляют меньше половины рынка. Сотовая связь исторически была драйвером этого рынка, она им и остается. И то, как ведет себя сотовая связь, определяет то, как развивается телекоммуникационный рынок в целом. Если мы посмотрим на рынок мобильной связи с точки зрения… То есть мы видим некую концентрацию рынка в плане его подсегмента. Если мы посмотрим на этот рынок с точки зрения операторов связи, с точки зрения его участников, опять мы видим высокую концентрацию. Четыре игрока, которые всем хорошо известны, потому что они на слуху, наверняка практически все мы являемся здесь оппонентами. Как минимум трех из них, четвертый только выходит в Москву в 2015 году. Они формируют практически весь рынок. Соответственно, то, как себя чувствует один или другой игрок, очень сильно влияет на то, как развивается рынок телекоммуникаций в целом. В частности, в прошлом году лучшие показатели продемонстрировали МТС и Мегафон. Темпы роста их пока еще, разумеется, данных нет. Но я думаю, что темпы роста будут на уровне 6-8%. В МПЛКом и Теледва, в силу того, что известна ситуация с МПЛКомом, в случае с Теледва отсутствия услуг мобильного интернета, современного высокоскоростного мобильного интернета, и ту и другую компанию, соответствующая ситуация тормозит. Мы наблюдаем динамику близкой к стагнации, либо отрицательного роста в отдельные кварталы 2014 года. Ситуация будет исправляться, соответственно, эти компании будут расти, что положительно скажется на динамике 2015 года. То есть мы ожидаем в 2015 году рост рынка. За счет чего этот рынок растет? Немножко технических деталей. Фактически телекоммуникации в части сотовой, которая основной является определяющей, как мы выяснили, формируется из двух ключевых услуг. Голос и передача данных. Пусть вас не смущает 45% прочего, там сидит, есть определенные технические моменты, там сидит роуминг, который фактически складывается из того же голоса и передачи данных. Там сидят межоператорские взаиморасчеты, которые определяются, опять же, в значительной степени голосовыми вызовами. Фактически это две основные услуги, которые этот рынок формирует. При этом вот сломанные кривые, которые мы видим справа, оранжевая – это мобильный интернет, синие – это голосовые услуги. История голосовых услуг, которые формировали всегда больше половины рынка, фактически весь рынок изначально, потом все меньше и меньше. История их развития закончилась. Она закончилась уже в мире и она закончилась уже в России. Темпы роста составляют между нулем и отрицательными значениями в зависимости от оператора, в зависимости от конкретного квартала. Возможностей роста здесь, к сожалению, нет. Рынок развивается за счет мобильного интернета в конечном итоге и тех услуг, которые реализуются на его базе. Это так называемые наложенные услуги или ОТТ-услуги, в которые играют многие игроки, в частности, медийные компании, которые здесь представлены. И здесь мы как раз подходим к той проблеме, к той задаче, которую сотовым операторам, как ключевым участникам телекоммуникационного рынка нужно решать в этом году. Развитие мобильного интернета определяется тем, насколько развиты, в значительной степени, тем, насколько развиты сети соответствующие. Сети 3G, 3-го поколения и 4-го поколения, также известные как LTE. Термины на слуху в двух словах без 3G и 4G, в общем, мобильный интернет не развивается. Мы помним, что такое GPRS, насколько на нем невозможно этой услугой пользоваться. Сети строятся, сети строятся уже не первый год, особенно сети 3-го поколения. И эффект вот этих вот 40, 80, 50 процентов, а за 14-й год рынок вырос, до его памяти, на 35 процентов в части мобильного интернета в деньгах, они сильнейшим образом зависят от того, насколько пользовательский опыт будет качественный и насколько вообще эта услуга будет доступна. Сети строятся, сети, как мы видим, в Москве доступны и доступны в регионах, но качество покрытия пока еще недостаточное. И по мере того, как все больше людей вовлекается в пользование этими услугами, приобретая, например, смартфоны, тем более существующие сети испытывают на себя нагрузку. То есть это тот процесс, с одной стороны, получения доходов, который имеет обратную сторону увеличения расходов на сетевое строительство. Причем еще до кризиса, когда он не предполагался, определенные аналитики отраслевые делали апокалиптические прогнозы относительно того, что в какой-то момент возникнет воронка, в которой рост доходов от мобильного интернета не будет позволять компенсировать рост расходов от потребностей строительства. И более того, сети начнут захлебываться от того, что нужно будет строить все больше и больше. Сети должны стать все более и более плотными, и все больше и больше нагрузка на них будет со стороны мобильного трафика. Сейчас, пока эта проблема не настала, есть задача скорее улучшения качества покрытия, повышения привлекательности этих услуг для абонентов. Фактически мы говорим о четырех игроках, которые имеют абсолютно одинаковые перед собой задачи. Здесь возникает как раз проблема. Проблема инвестиций, проблема закупки импортного оборудования. Истории с импорт-замещением, которые вы периодически видите, я бы сказал, раз в два года, очень серьезные инициативы правительства появляются. По крайней мере, я в телекоме с 2000 года. Это в прошлом году была пятая на моей памяти инициатива, потому что по замещению импортного оборудования отечественного. Все это не более чем популизм. Есть определенные вещи, которые действительно в России производятся, но в общей структуре закупок операторов это очень небольшая доля. Действительно немного. Это отрасль, которая очень сильно зависит от импорта. Фактически мы имеем удорожание оборудования практически в два раза. Есть тенденция к снижению стоимости оборудования, но она, разумеется, не компенсирует ту ситуацию с валютой, которая у нас сейчас сложилась. Каким образом операторы будут решать эту задачу? Здесь фактически два выбора. Компенсировать повышением стоимости услуг, что весьма сложно делать, поскольку эластичность спроса весьма сильна в телекоммуникационном рынке. Снижать объем закупок, что будет иметь следствие снижения динамики. Или увеличивать свои расходы, увеличивать свои капзатраты. Мы предполагаем, что истина будет где-то посередине. В какую сторону она больше будет сдвигаться? Скорее всего, гораздо меньше будет рост стоимости услуг. Будет выбран некий разумный баланс между увеличением капитальных затрат и снижением, собственно, натурального объема приобретаемого оборудования. Скорее всего, история сложится ровно таким вот образом. Что касается привлечения финансовых ресурсов под решение этих задач, понятно, что телекоммуникационная отрасль растет в тех же самых условиях, что и предприятия любого другого сегмента. Возможности для долгового финансирования здесь такие же неинтересные. Что будет, скорее всего, происходить? Скорее всего, мы будем наблюдать финансирование со стороны поставщиков соответствующего оборудования. Собственно, это та история, которую мы видели на рынке в 1998 году, мы видели на рынке в 2008 году. Ну, собственно, это традиционно сложившиеся схемы, которые будут, возможно, просто растягивать кредит или давать grace period после поставки оборудования на один год или на два года, в зависимости от того, каким образом удастся договориться операторам с вендорами. Что касается сегмента, российский рынок для мировых поставщиков составляет в зависимости от сегмента оборудования, так скажем, единиц процентов, 4-5 процентов, в каких-то случаях существенно больше, но, как правило, это не самый значимый рынок. Хотя есть свои исключения. Есть китайские поставщики, которые весьма успешны на российском рынке, и они действительно являются одними из лидеров. И не секрет, наверное, секрет сейчас раскрою, что государство весьма благостно смотрит на то, что мы работаем с представителями тех стран, которые не участвуют в политическом или экономическом давлении на страну. Западные вендоры, европейские, американские, также здесь присутствуют, они точно так же продолжают работать. По крайней мере, до сих пор команды отмены сотрудничества с российскими операторами не было дано и вряд ли будет. Они, скорее, будут в проигрышной позиции сами здесь в связи с этими санкциями, поскольку для операторов здесь теоретики, которые распределены в нескольких корзинках. Если закончилось время, в таком случае все остальное на киндей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.